О пяти главных достижениях в деоккупации Крыма, о спекуляциях и торгах вокруг полуострова и в каком направлении идти миллиону гражданских оккупантов россиян, поговорим с нашим гостем. Это Рифат Чубаров, глава Меджелиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, накануне в Праге прошел второй парламентский саммит международной крымской платформы. Ее участники приняли совместную декларацию. Вот что важного, возможно, судьбоносного в ней для полуострова и для Украины? Действительно, вчера парламентский саммит закончился принятием декларации участников. Хочу сказать, что в этом году участников крымской платформы было больше, чем в прошлом году. На два государства добавили Сера-Леона и Гана. Оба государства находятся в Западной Африке. В том меморандуме, который был принят, в резолюции, которая была принята, говорится о том, что крымская платформа и далее будет поддерживать Украину до полного восстановления ее территориальной целостности, включая Крым. Из новых таких вот сюжетов я бы для себя отметил бы три. Участники конференции, участники саммита поддержали образование специального трибунала по расследованию всех военных преступлений, которые совершаются российскими военными, политиками, российским государством в целом по отношению к Украине. Также призвали парламенты всех участниц крымской платформы создавать среди депутатов группы поддержки крымской платформы. Ну и разумеется, я не могу не отметить то, что по предложению парламента Украины все участники поддержали включение пункта о признании депортации 1944 года крымско-татарского народа, который был осуществлен советским режимом, признанием преступлением геноцида крымско-татарского народа. Мы очень рассчитываем, что парламенты стран-участниц крымской платформы все будут принимать соответствующие решения. И я это также хочу особо выделить, участники крымской платформы заявили о готовности развивать стратегии реинтеграции Крыма. Это, в принципе, говорит о том, что крымская платформа будет сохранена, мы очень на это надеемся, и после деоккупации Крыма, и тогда уже государство все свои усилия в рамках деятельности этой платформы, они обратят на развитие освобожденного Крыма. Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на втором парламентском саммите международной крымской платформы назвал положительные сдвиги относительно возможной деоккупации Крыма в ближайшее время. В частности, этому способствуют пять главных достижений. Первое. Российский флот убегает из Крыма. Оккупанты больше не способны оперировать в западной части Черного моря. Второе. Для оккупантов нет никакой базы безопасности и надежного логистического маршрута в Крыму. Третье. Проукраинские настроения в Крыму постоянно растут. Четвертое. Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности. С начала работы нового экспортного коридора зашли на загрузку почти 50 судов. Я хочу процитировать. Дальше. Пятый пункт ценностный. Это то, о чем следует вспомнить сегодня в День Объединенных Наций, когда 78 лет назад вступил в силу Устав ООН. Самый уважаемый документ, который утверждает базовое право каждой нации жизни без агрессии, аннексии и террора. Вот об этом заявил президент Украины. Что вы можете сказать о вот этих пять пунктах, о которых говорил президент? Я хочу заметить, что онлайн выступление президента Украины было выслушано с очень большим вниманием. И, собственно, это выступление, и как и выступление руководства Чехии, я бы таким термином обозначил, потому что в открытии форума и в его работе принимали участие и премьер-министр Чехии, и председатели обоих палат парламента Чехии. И каждый из них имел выступление. И вот их выступление, и выступление президента Украины Владимира Зелевского, они обозначили основные алгоритмы однодневной работы Крымской платформы. И, разумеется, в той или иной направленности, но практически каждое выступление отмечалось тем, что если эта война не будет завершена, ну, в этом никто не высказывал сомнения, но так отмечалось, что если эта война не будет завершена победой Украины, то это означает о том, что подобные катастрофы, они будут расползаться далее по миру. Некоторые прямо говорили о том, что помощь Украине, это помощь прежде всего в обеспечении собственной безопасности, поскольку угроза, которая существует в отношении Украины, она в такой же мере, но просто, может быть, чуть-чуть в отдаленной такой перспективе нависла над каждым из этих государств. И в этой части призыв президента Украины о том, чтобы весь мировой порядок возвратить на основе принципов, заложенных в уставе ООН, разумеется, он был очень важен. Вот вы отметили выступление представителей Чехии, и я хотела бы несколько цитат привести. Заявление о возможности обмена Крыма на мир в Украине – это опасная спекуляция. Вот об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский на саммите Крымской платформы. И далее еще одна цитата. Путин не хочет часть Украины, не хочет мира, он хочет уничтожить Украину, хочет уничтожить государство, хочет, чтобы Украина стала послушным вассалом России. И Липавский, он предостерег, что российский детектор, да, может напасть и на другие страны, он хочет уничтожить демократию и вообще архитектуру в Европе. И знаете, вот в последнее время кремлевские нарративы стали, ну, снова звучать, и очень часто, вот недавно большой друг Путина Шрёдер заявил, что Кремль хочет только статус-кво по Крыму и Донбассу, а Крым он вообще назвал частью российской истории. Как вы полагаете, почему Шрёдер вдруг появился, да, вот именно сейчас, вот с этими заявлениями, ну, накануне старта саммита? Мне представляется, чем хуже будет положение, собственно, у Российской Федерации, тем больше они будут прибегать вот к известным таким методам, они будут всё больше делать вкидов для того, чтобы тестировать международное сообщество на те или иные другие возможные и желательные для Кремля варианты развития событий. Но поскольку это само по себе приниматься не будет, ну, вкинули некое предложение абсурдное по своей сути, Кремль будет прибегать и ко второму методу, будет усиливаться шантаж. Я думаю, что мы ещё испытаем в очень жёстких формах разные формы шантажа со стороны Кремля, и я лично не исключаю, что Кремль будет усиливать и ядерный шантаж, будет угрожать миру катастрофами больших масштабов, которые сейчас происходят. И поэтому вот к этим таким вбрасываниям со стороны Кремля надо очень своевременно давать ответы, отвести их. И вот в этой части так называемое интервью Шрёдера, где он сделал ряд таких якобы очень резонансных заявлений, в том числе о состоявшихся переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, ну и также он высказал ту мысль, которую вы сейчас с ссылкой на его интервью озвучили, о том, что можно бы договориться с Путиным. Все эти такие доброходы, понятно, что они работают на Путина, они должны отводиться не только и не столько украинской стороной. Для нас же понятно и очевидно, что никакого перемирия не может быть, пока мы не восстановим нашу территориальную целостность. И позиция Украины, она настолько ясна и четко восстановление территориальной целостности. Хотите переговоров, никаких проблем. Вы видите войска за пределы украинской территории в международно признанных ее границах на 1991 год. Но на Западе, конечно, отдельные политики все еще могут на такие предложения как бы покупаться. Ну, в частности, Орбан. Да не то, что покупаться, они просто являются какой-то в мере подельниками Путина. Несколько таких вот политиков на Западе могут попытаться усилить вот такие деструктивные направления. Но я хочу отметить, сегодняшние вот некоторые новости из Венгрии говорят о том, что сама по себе вот в странах Европейского Союза, если находятся политики, которые призывают договариваться с Путиным, общество в той или иной форме им сразу находит, ну, такие протестные формы ответов. И вот то, что закидали резиденцию Орбана красной краской, это говорит о том, что такая позиция не приемлется и в Венгрии тоже. В МИД рассказали, как Россия несколько лет подряд, с 21-го года, пыталась сорвать саммит Крымской платформы. Она даже угрожала некоторым странам, которые намеревались принять участие в мероприятии. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел имена Джапарова. Вам известны какие-то детали? Ну, я, по крайней мере, могу отметить просто резкую такую пропаганду накануне и в дни проведения всех крымских платформ и саммитов глав государств, и парламентских саммитов. Ну, мы мониторим средства массовой информации, прежде всего, оккупационные. Те, которые есть на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Но то, что было в этом году, это, конечно, не поддается никакому сравнению. Еще раз я повторяю, чем хуже положение Российской Федерации, тем больше она будет пытаться усиливать давление как на западный мир, так и больше будет пытаться обеспечивать контроль над общественным мнением на оккупированных территориях. И поэтому я могу просто подтвердить то, что они, по крайней мере, я сейчас говорю о российских оккупационных СМИ в Крыму, не находя в Крыму таких спикеров, которые могли бы, скажем, разделять те нарративы, которые изготовила оккупационная власть, они привлекли очень много депутатов Государственной Думы, российских штатных пропагандистов, типа Армена Гаспаряна, я не знаю, передачи Владимира Соловьева. И, разумеется, они пытаются как бы убедить как российское общество, так и украинских граждан на оккупированных территориях, что Крымская платформа не имеет никакого значения и никаких, мол, угроз для России она не представляет. На самом деле понятно, что дальнейшая консолидация международной общественности, в нашем случае консолидация усилий национальных парламентов, уже близко 70 государств, это говорит о том, что желаемого для Кремля уже никогда не добиться, мир не пойдет навстречу ультиматумам, шантажам и условиям Москвы. То, что они об этом говорят, это и есть лишнее свидетельство о том, как не бояться Крымской платформе. Кстати, на Крымской платформе вы сказали о том, что АЭР Крыма подлежит трансформации в национальную территориальную автономию. Могли бы вы рассказать детальнее об этом, о чем идет речь? Ну, смотрите, действительно, воспринимая то, что Крымская платформа усиливает взаимодействие между государствами в целях и реинтеграции, освобожденного уже от русских захватчиков Крыма, для нас очень важно, чтобы вопросы реинтеграции обсуждались накануне собственного освобождения, и по многим из них уже было бы заметное такое консолидированное мнение. И поэтому, поскольку в украинском обществе, разумеется, есть разное мнение, в том числе о том, что статус Крыма должен быть изменен, и Крыму должен быть возвращен статус области, и некоторые высказывающие подобное мнение считают, что причиной оккупации Крыма якобы явился его особый статус, то мы, исходя из таких подходов, ну и, разумеется, исходя из необходимости восстановления исторической справедливости в соответствии международному праву, и, кстати, об этом же тоже говорилось на Крымской платформе в своем выступлении, премьер-министр Чехии господин Фиала, как бы прямо обращаясь к крымским татарам, этническим украинцам, проживающим в Крыму, сказал о том, что мы с вами все вместе дождемся восстановления исторической справедливости. И, разумеется, говорить о исторической справедливости в освобожденном Крыму, не говоря о восстановлении прав крымско-татарского народа, в том числе и о его праве на самоопределение, в общем-то, это было бы неправильным, и поэтому я в своем выступлении счел необходимым особо говорить об этой проблеме. В нашем представлении речь идет о трансформации ныне существующей автономии, национально-территориальной автономии, то есть статус сохраняется, но этот статус регулируется абсолютно иными законами Украины и Конституции Украины. И при этом, понимая особую чувствительность этого вопроса, я счел необходимым и в своем выступлении сказать о том, что в любом случае трансформированная автономия, национально-территориальная автономия Крыма обязана обеспечивать четыре таких и соответствует четырем таким условиям. Первое – это нерушимость территориальной целостности украинского государства, это создание условий для реализации крымско-татарским народом своего права на самоопределение, это естественное право коренного народа Украины, и это право реализуется в составе украинского государства. Третий фактор или третье условие, которое должно обеспечить крымская автономия, это равные права и свободы всех граждан Украины, которые будут жить на полуострове. И четвертое – статус автономии Крыма должен обеспечить его устойчивое развитие, во благо тех людей, которые живут в Крыму, и, соответственно, усиливать украинское государство. Для нас очень важно, чтобы этот разговор проходил открыто, честно, как внутри Украины, так и на международных площадках. Прифат, почти миллион гражданских оккупантов уже 10 лет живут в Крыму, и в основном это граждане Российской Федерации. После освобождения будет ли Украина уговаривать этих релакантов-оккупантов покинуть полуостров, или просто поставит их перед фактом и даст, например, 24 часа на сбор? Вы же понимаете о том, что такие форумы международные, которые проходят, и в том числе Крымская платформа, они как бы состоят из двух таких частей. Первая часть – это заседание, выступление, обсуждение. И вторая часть, она тоже очень важна – это когда в кулуарах происходит предварительный обмен мнениями, высказываются сомнения, дискуссии проходят. Часть из них проходит в форме экспертных дискуссий. Они вчера тоже, кстати, во второй половине дня проходили в Праге, в середине экспертного средовища. Но то, что касается вот этой темы по поводу тех людей, которые незаконно поселились на оккупированной территории, эта тема, в общем-то, уже звучит как раз в той части, которая пока может быть не особо публична, потому что многие европейские страны в какой-то мере переживали в своей истории, в новейшей истории, в 20-м столетии, в годы или сразу после завершения Второй мировой войны, некоторые до начала Второй мировой войны, большие перемещения народов. Ну, в частности, мы проводим Крымскую платформу в Праге, в Чехии, и в Чехии все помнят проблему судетов, перемещения немцев, и эта проблема долгое время после Второй мировой войны, ну, определяла общественное сознание как в самой Чехии, так и в Германии. Речь шла о немцах, которые ранее жили на территории судетов, и поэтому вот в части Крыма, и не только Крыма, но и других оккупированных территорий, для нас очень важно было, чтобы наши партнеры, именно от нас, от украинской стороны, они бы узнавали бы о наших подходах, поскольку проводить прямые параллели между теми миллионами людей, которыми Россия специально заселяет Крым, оккупированную Херсонскую, Запорожскую, Донецкую областей, один только Мариуполь, чего стоит с попытками там поселить сразу десятки-десятки тысяч людей в благоустроенных домах, которые именно для них только и строятся. И мы должны были показать нашим партнерам, что в нашем случае речь идет о такой политике укрепления России на оккупированных территориях даже в том случае, когда они будут вынуждены, я имею в виду российские войска, будут вынуждены покинуть эту территорию. Речь не идет о людях, которые исторически долгий период жили на этих территориях. И разумеется, реагируя как бы на эти разные подходы, которые приходится слушать, я попытался в своем выступлении дать четкие подходы украинской стороны, по крайней мере, подавляющего большинства украинских экспертов, с которыми нам до сих пор приходилось говорить, это то, что эти люди должны покинуть наши территории, поскольку они совершили преступления, незаконно поселившись на наших территориях. Они являются, по сути, мародерами, которые поселились на оккупированной, украденной территории. – Знаете, многие из них это и сейчас понимают, вот при активизации боевых действий, сколько было уже информации о том, что многие стараются продать уже недвижимость в Крыму и выехать, пока еще, по крайней мере, мост целый. – Да, это да, но пока, знаете, все-таки российская пропаганда, она удерживает этих людей, в общем-то, от совершения ими, но, в общем-то, правильных шагов, я бы так бы сказал, потому что, знаете, мне лично, как человеку, не хотелось бы дождаться того времени, когда все перемешается, и военные русские займут все транспортные пути и средства, и когда будут убегать из Крыма, а эти люди, скажем, не будут знать, как себя вести, хотя уже примут решение покидать Крым. То, что им придется покидать, в этом же нет ни у кого, никаких сомнений, поэтому мы вот этими нашими публичными такими позициями где-то, в общем-то, пытаемся довести до них понимание того, что лучше это сделать сейчас. – Ну да, чем потом делать это вплавь на каких-то подручных средствах. Спасибо вам большое, спасибо за этот интересный разговор. Рифа Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа, был в эфире телеканала «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова